Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. 23 мая на календаре. Всем здравствуйте. Всем привет с началом рабочей недели. Ну и встаем утром, выпиваем чашечку кофе, идем под душ или наоборот, в другой последовательности. И одеваемся. Во что одеваемся? В самое модное, нарядное. Это я все пытаюсь как бы подвести к тому, что... Очень удачная подводка. Сразу, я вот понимаю, о чем идет речь. Уверен, что миллионы слушателей и зрителей тоже сразу поняли, что конечно же, конечно же, пора обновить гардеробщик. Пора узнать модные новые тенденции. А где еще, как не на Рига Fashion Week, которая начинается 27 мая, то есть в эту пятницу. И президент Балтийской Федерации моды и устроитель, собственно, Рига Fashion Week Елена Страхова с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Пандемия, только что в новостях, прозвучала официально незаконченно, но уже не мешает работать, так как это было год, так как было два года назад. Как это отразилось, отражается на Fashion Week? Наконец-то будут очные показы или все, как во всем мире, больше сеть, какие-то 2D, 3D, 18D проекции. Что ожидать от нынешней недели? 3D тоже мы успели подготовить на всякий случай. И очень интересного содержания виртуальный показ с нарядами, с коллекцией украинских дизайнеров. Я думаю, что что-то будет еще невиданное в странах Балтии, и именно этим откроется Рига Fashion Week. Мы приглашаем... Это не с нашей стороны. Приглашаем как раз всех в торговый центр спицы посмотреть виртуальный показ и в субботу, и в воскресенье. А уже с понедельника у нас начнется программа очных показов, и у нас большая коллекция модных фильмов, фильмов о легендах мировой моды, дизайнерах Пьере Кордене, Жан-Коле Готье, Мартине Марджелло, Лайт Мелудзам, как говорится, Splendid Palace. Будут также небольшие презентации у нас в разных локациях, в разных местах, но главные показы у нас пройдут 31 мая в Кимпинске отели. И затем самые большие показы уже в Kansas Perlund с 1 и 2 июня. И благодаря тому, что у нас, как вы говорите, практически закончилась пандемия, мы сможем принять наконец-то нормальное количество гостей. Наконец-то сможем фотографироваться все без масок, делать полный макияж с красивыми губами, не переживая о том, что они размажутся, и никто их не увидит и так далее. Что касается участников, каков разброс, какова география в этом году? Ну, открывается украинскими дизайнерами, это мы слышали, это мы подметили. Кто еще? Еще у нас участвует эстонская марка Ива Никола. Они уже не первый раз участники Рига Fashion Week, достаточно сильная, стильная, красивая марка. И первый раз на большом позиуме у нас будет участвовать дизайнер из Узбекистана Моэль Бош. Ну, в общем, тоже хорошо известен в узких кругах в Латвии, прямо скажем. Да, у нее здесь есть магазин, да, в Риге, но вот на большом позиуме она сама очень волнуется, как это все у нее получится здесь в Риге с большой коллекцией, приедет, привезет из Ташкента. А где будет проходить все это действие? В Ханзе Сперонс главные показы 1-2 июня, два показа поменьше, но такие больше, как Порте Порте Делюкс в отеле Кемпинске. И открытие у нас в торговом центре Спицы с показом, виртуальным показом 3D украинских дизайнеров. Что касается, ну, понятно, что Кемпинске и Ханзе Сперонс скорее больше будут закрыты мероприятия, а Спицы как можно с улицы человеку интересующемуся прийти посмотреть? Да, в этот раз как раз есть потрясающая возможность. 28 и 29 мая, это суббота и воскресенье, как раз те дни, когда торговый центр наиболее посещаем, можно будет прийти и посмотреть виртуальный показ с 12 до 5 часов. Достаточно большой разброс по времени, так что приходите, кому во сколько удобно. Это на площадке возле информационного стенда. Так что милости просим, вы получите совершенно какое-то нереальное ощущение из будущего, футуристическое такое. Будут ли трансляции основных мероприятий? Можно ли будет виртуально поприсутствовать? Мы планируем трансляции в соцсетях. Так что если кто-то не доедет, можете подключаться. Но после пандемии, мне кажется, все люди уже соскучились именно по оффлайн мероприятиям. Встретиться, увидеться лично, посмотреть все вживую, почувствовать эту атмосферу. Подождите, а на Ханзаспероне будет открытое, получается, мероприятие или нет? Оно будет по пригласителю, как обычно. В этом смысле мы формат не поменяли. Но, пожалуйста, связывайтесь с дизайнерами, кому какие нравятся. Пытайтесь через них получить пригласительные. Также мы раздаем какое-то количество пригласительных нашим партнерам. Они разыгрывают в эфирах, в соцсетях. Так что любой желающий, если очень хочет, в принципе, обычно попадает на показы. Так что не бойтесь, дерзайте. Я не боюсь, Олег, я дерзаю. Я каждый год не боюсь и дерзаю. Елена, скажите, что касается каких-то критиков, международно признанных, они будут представлены в Риге в этом году? Приедет кто там именитый? Ну, именитый. У нас в основном приезжает, нас посещает международная, зарубежная пресса. И в этом году, к счастью, мы наконец-то можем официально уже кого-то приглашать, потому что ни в 2020, ни в 2021 году это сделать, в общем-то, было нельзя. По всем эпидемиологическим правилам. Ну, были какие-то несколько человек буквально из Эстонии и Литвы. А в этом году мы уже ожидаем такой, ну, почти что десант из других стран в том числе. Ну, и, конечно, Эстония, Литва, особенно Эстония, как-то очень любит посещать Рига-фэшн-вик. Так что мы их тоже очень ждем. Ждем восторженных отзывов. Елена, у меня такой концептуальный вопрос. Вот даже, по-моему, Александр Васильев, вот историк моды, высказывал какое-то мнение, вот когда началась пандемия, что ну вот все, дескать, вот ушла эпоха всех этих красивых нарядов, поскольку все сейчас мероприятия проводятся в Зуме. Все становится более прагматичным, более, ну, примитивным. Какие-то пижамы, которые имитируют там костюм сверху, а снизу уже никого не волнует, что там можно хоть в трусах, простите, сидеть на все эти конференции, они убивают вот эту высокую моду, что эта эпоха высокой моды закончилась. Вот на ваш взгляд, ну, не споря с Васильевым, то есть это его мнение, которое было сказано в начале самом пандемии, я понимаю, что может быть тоже на эмоциональном всплеске, что вот ну все, вот теперь конец ему. Как вы все-таки думаете, вот куда сейчас идет, ну, насколько, ну, какое-то такое небольшое окончание вот этого пандемийного сезона вернуло ли интерес к высокой моде? Ну, по статистике даже, насколько я читаю прессу о профессиональной моде, рынок лакшери вернулся к своим привычным, скажем так, объемам продаж. Так что я думаю, что слава богу, что люди все-таки не забыли и будут пользоваться и в будущем высокой модой. Хотя я хочу сказать, что дигитальная мода, конечно, ну, вот эта пандемия дала дигитальной моде очень большой толчок для развития, и на сегодняшний день это прям целое направление в индустрии моды, которая активно развивается, и вот про которую как раз мы будем рассказывать в рамках Рига Фэшеника, пытаться как-то приобщить людей именно к дигитальной моде. То есть это мода, которая изготавливается и продается в дигитальном виде, то есть ее пощупать физически нельзя, ее можно одеть благодаря там разным технологиям, сфотографироваться для там соцсетей, и в общем-то все. На этом ее польза заканчивается. Да-да-да, это трудно себе представить, но целые коллекции создаются виртуальных нарядов, одежда, ну, платье там в основном, конечно же, можно купить. Просто, ну, вот картинку купить, компьютерная программа это примеряет на тебя, на твою фотографию, ты выкладываешь в социальные сети, и, в общем-то, история на этом заканчивается. Да, но это бешено популярно. Жуткие миллионы люди на этом уже зарабатывают, и множество, там растет армия тех, кто покупает эти виртуальные наряды, во многом тоже одноразовые. А король-то голый, сразу хочется сказать. А сидишь ты по-прежнему за лаптопом, за своим, снизу пижамка, сверху костюмчик. Елена, итоги вот этого ужасного военного времени мы, конечно же, будем подводить потом. Наверняка это отразится как-то на популярности стиле милитари он вернется. Сейчас можно какие-то промежуточные итоги пандемийных двух лет подвести. На молодых дизайнеров это как-то отразилось? Какие-то новые идеи, новые коллекции, новые имена, в конце концов, появились за последние два года в Латвии и ее окрестностях? Я бы сказала, что больше всего, конечно, пандемия ударила как раз-таки по большим брендам и по дизайнерам, которые работают уже давно на рынке и у которых были большие экспортные обороты и так далее. Молодые дизайнеры, поскольку у них еще нет каких-то собственных производств, больших команд и так далее, им проще было, скажем так, как свернуться на время пандемии, развернуться. То есть, да, они работали над своими идеями, но именно как потери, к сожалению, были в основном у больших дизайнеров, которые недополучили заказы на производство за границу, которые должны были и вынуждены были содержать каким-то образом мистическим магазинам, свои работы, своих магазинов здесь в Риге. Вот это, конечно, достаточно грустная история, потому что поддержка была не сильно обширная со стороны государства, особенно вот в последние полгода, да, если мы говорим с осени 21-го. А то, что касается креативных идей, ну, слава богу, на это как бы мало кто может повлиять, и люди все равно придумывают что-то новое, что-то совершенно невероятное. Хотя, конечно, в марте месяце, я могу сказать честно, в индустрии моды прям был такой ступор. Ну, я думаю, что это во многих отраслях, мы не единственные наверняка. Ну, вот творческие люди, конечно, прям очень сильно по ним ударило, и они прям были в таком шоке, что, в общем-то, месяц, ну, все выходили как-то из этого состояния. Довольно тяжело, скажем так, с теми же идеями даже было тяжело. Ну, как-то сейчас уже более-менее оклемались, все-таки жизнь продолжается. Кстати, вот шоу-открытие у нас как раз-таки будет посвящено именно... Выжившим. ...всей ситуации в Украине, оно как бы вот красной линией проходит через все шоу. И костюмы и наряды, которые придумывались украинскими дизайнерами, они как раз были на тему «Support Ukraine». А в чем это выражалось? Это элементы национального в одежде или что? Да, это элементы национального костюма, это и флаг Украины, это и какие-то образы, которые олицетворяют войну. И, ну, в общем-то так, непростая работа была у нас у ребят, которые делали всю виртуальную реалити. Да, это ребята из Латвии, BadFrogs, компания. Так что им нужно было сложить сценарий так, чтобы отразить как бы вот и все эти события, и в то же самое время как-то дать людям и дизайнерам надежду, что все будет хорошо, и что красота спасет мир. Хотелось бы в это верить. И мы с Олегом, с нашими гостями уже не раз обсуждали, что и украинская музыка, и украинские кинематографы, и, судя по всему, и мир моды, и дизайнеры, у них узнают мир, большой мир, и получат развитие, в том числе и эта индустрия, конечно же, после войны, после того, как будут восстановлены и города, и производство. Да, конечно. Спасибо огромное. Конечно, так называемый ДНК Украины, он сейчас на пике популярности, и многие открывают для себя эту страну, к сожалению, вот через такие события, но тем не менее это дало возможность узнать больше о том, что это за страна, насколько талантливые люди там живут, и история повернулась вот так в этот раз. Ну, к сожалению, все, конечно, мы ждем и надеемся на скорейшее завершение этой войны. И скорейшее начало, давайте закончим на позитиве, на скорейшее начало очередной Рига Fashion Week, которая стартует в эту пятницу, 27 мая. Елена Страхова, президент Балтийской Федерации моды и устроитель Рига Fashion Week была с нами в эфире. Большое спасибо, хорошего дня, удачного, яркого, запоминающегося вам мероприятия. Мы напоминаем, что поучаствовать можно виртуально, можно следить за прямыми трансляциями в социальных сетях и Балтийской Федерации моды. А можно выклинчить билетики. А можно выклинчить билетики, потому что, как сказала Елена, надо быть, как там, ну, смысл такой, надо быть проактивным, смелым и дерзким. И все будет хорошо. Елена, еще раз, да, спасибо и всего доброго. РАДИО БОЛТКОМА